Вот я гуляю по очередной паблик футпасс. Видите, тут стрелочки во все разные места. Вот такие тропинки. Это вот у них очень много таких мест, специально прогулочных, где собачек они любят выгуливать. И вот еще, видите, вот такие вот обозначители. Написано Бинстед Ларч Роуд. Это на Бинстед Хилл, там, где жили мы когда-то с мужем. И вот, видите, можно на велосипедах, можно пешком, можно на лошадке здесь ездить. И вот пишут, что будьте внимательны друг к другу, к другим пользователям, вежливы. Вот такие вот у них тут обозначители. Тропинки все пропалываются, вы знаете, иногда. Вот, если ручеек попадается на пути, то вот сделан чудесный мостик, видите. То есть везде все продумано, везде думают о людях. Вот, пожалуйста, школьники бегут. Вот, видите, мне попались школьники на пробежке в этом лесу. И я не стала снимать до конца, потому что, как уже я вам много раз рассказывала, они этого не любят и подходят, и запрещают даже учителя, тренеры. Так, ну вот, показываю вам дальше. Это вот, посмотрите. Сейчас у нас было лето знойное, насколько вы понимаете. И поэтому здесь воды нет. А вообще-то это пруд. И вот такой вот мостик спусковой сделан. Площадочка такая в этот небольшой прудик. Очень красиво. Вот здесь вот скамеечка. То есть вот я вам показываю, как это все в Англии выглядит, как они все это делают. Это, вы знаете, все делает вот местный совет, консулат у них, так называется, управляет которым, который, значит, деньги все распределяет. Который выбирается раз в год. И вот выпираются такие, я не знаю, депутаты или как они называются здесь у них, которые каждый за своей прикрепленной к нему территорией следит, распределяет деньги, что-то такое оккультуривает, сажает деревья. Вот парки облагораживает. Даже не парки, вот видите, просто лесные зоны. Вот сейчас вам покажу вот эта вот поляна. очень интересная. Вот эту вот доску я вам поближе показываю. Видите, вот написано Millennium Green Project. Ну, то есть проект. Национальный траст какой-то. Countryside Agency. Playline Millennium Green. Вот установлена специальная вот эта вот доска. Millennium, это в 2000 году. Вот сделано было, оккультурено вот это вот место. Вот там вот, видите, там такие камни. Сейчас покажу вам. Это вот сделан из таких каменных глыб. Вот даже, видите, какой-то, какая-то, наверное, была какая-то колонна. Где-то ее позаимствовали. Вот. Сделан компас. Вот, пожалуйста, East, Vostok, North, вот там камень, West, запад и South, Юг. Вот. Он ориентирован по сторонам света. Вот такой вот замечательный компас сделан из старинных камней. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Вот там вот подальше там видно, да вам нет? Светит солнце. И как-то теряюсь я. Вот здесь вот, видите, лавочка. Можно посидеть. И вот посмотреть на эту красивую полянку. Вот на эти грандиозные дубы. Великолепные. Что что мне еще что еще хочу заметить, отметить, что у них, как вы понимаете, если что-то сделано, то никогда никто ничего не нарушит, не сломает, не нассорит. Если кто-то придет здесь отдыхать, то все с собой заберут. И вот один единственный момент. Тут совсем недалеко. Сейчас я вам покажу. вот по этой тропиночке мы с вами пройдем прям буквально вот в десяти метрах, наверное, вот по тропинке. И я вам покажу одну вещь, которая меня шокирует по сей день. Вот, посмотрите, какой шикарный дуб. Вот он. Во всей красе. Сейчас поближе подойдем, я вам покажу, что с ним сделали, какой факт вандализма присутствует. Вот, посмотрите, вот этот огромный дуб. Кто-то не пожалел и просто поджег, зажег здесь костер. Вы видите, вот, ой, солнце отсвечивает, не видно, к сожалению, как вам показать. Ну, вот, видите, что его очень повредили. Вот. И он, конечно, остался жив. Видите, вот, наверху у него зеленая крона, но вот ветки вокруг, внизу, вот они все, они умерли. И его, как вы видите, люди починили, забили. Там внутрь цемент наложили, ну, как это обычно. Вот, забили досками вот этот ужас, который был прожжен. Но, тем не менее, вот видите, какой огромный пласт коры был уничтожен. И вот, посмотрите, там наверху, видите, там написано записка. И вы знаете, я, когда ее прочитала, перевела, я просто чуть не заплакала. Потому что там написано, что это дерево, дуб, он более трехсот лет от роду, как говорится, ему более трехсот лет. и вот мы бы очень хотели сохранить этот дуб не только для вас, но и для ваших детей. И даже, чтобы ваши внуки могли приходить, как и вы, и сидеть под тенью этого дуба, и наслаждаться этой красотой. Поэтому мы вас очень просим вот не делать таких вещей, и не уничтожать природу, а ее сохранять для своих детей и внуков. И вот, вы знаете, это уже давно, конечно, здесь произошел этот инцидент, вот такой вот факт ужасного вандализма, который я даже, кстати, никогда больше нигде и не встречала в Англии. Но вот он теперь как напоминание и укор. А мне даже, вы знаете, кажется, что это даже и не англичане, а скорее всего, наверное, какие-то приезжие. Хотя, может быть, я слишком хорошо думаю об англичанах. И какие-то подростки, может быть, тоже безголовые могли это сделать. Но вообще это так не принято, и у них это вот впервые показываю вам. Ну, а в основном, как я уже сказала, вот где бы вы ни гуляли, по каким тропам, никогда вы не увидите бутылок пустых, мусора какого-то брошенного. Вот видите, как даже в лесу у них все чистенько. Вот, тоже нам бы поучиться, как бы называется. Ну, а я, друзья, иду гулять дальше. Сегодня прекрасный день у нас, середина сентября. Было похолодало, сейчас вроде как-то немножко получше, видите, солнышко выглянуло. Будем наслаждаться погодой хорошей, гулять в лесу, собирать ягоды, может быть, грибы. А с вами я на этом прощаюсь, всего вам доброго, пока! Пока!